Всем привет дорогие друзья! Сегодня готовлю блины с начинкой. Эти домашние тонкие блины на картофельном тесте с великолепной начинкой с зеленым луком с яйцом и плавленым сыром. Они получаются просто великолепные блинчики тонкие начинка очень нежная рекомендую их приготовить и попробовать это невероятно вкусно. Друзья подписывайтесь на мой кулинарный канал LudaEasyCook и обязательно включите колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Для приготовления теста мне понадобится картофель, лук и чеснок измельчу в блендере. Картофель разрезаю на средние кусочки. Также разрезаю лук, чеснок, вливаю в чашу блендера немного молока. Хорошо все измельчаю. Масса должна получиться максимально однородной. Конечно если вы не хотите измельчать в блендере картофель с луком можно натереть их на очень мелкой тёрке. В миску просеиваю муку, добавляю соль, перемешиваю, делаю небольшое углубление, добавляю яйца. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 62-65 граммов. Начинаю тесто замешивать венчиком. Постепенно я вливаю молоко. Консистенцию теста буду корректировать именно молоком, поэтому не спешите его сразу все добавлять. Сейчас у меня получилось вот такое однородное густое тесто. Добавляю в него измельченный картофель с луком. И теперь уже исходя из того, какая консистенция теста получается, добавляю оставшееся молоко. Чем тоньше блинчики вы хотите сделать, тем более жидкое должно получиться тесто. Я вливаю все молоко. Посмотрите сейчас, какая консистенция теста. Добавляю в него растительное масло без запаха, перемешиваю и оставляю тесто постоять минимум на 10 минут. Тогда блинчики во время жарки не будут рваться. Тесто будет более эластичное. И когда тесто постоит, оно чуть больше загустеет. Если понадобится, можно будет добавить еще немного молока. Я включила разогреваться сковородку. Буду печь блины. Тесто обязательно перемешиваю и жду, когда сковородка нагреется. У меня сковородка с толстым дном и хорошим покрытием. Диаметр 20 сантиметров. Даже для первого раза сковородку я не буду смазывать растительным маслом. У меня к ней ничего не прилипает. Набираю половник теста, выливаю на сковородку, распределяю ровным слоем. Обжариваю с двух сторон до красивого румяного цвета. Все очень быстро и просто. Эти картофельные блины по способу приготовления ничем не отличаются от обычных блинов. Всего из этого количества ингредиентов получается примерно 17-18 блинов, исходя из того какого вы делаете диаметра и какой толщины. Для приготовления начинки мне понадобится мелко порежу большой пучок зеленого лука. Для рецепта я использую вот такой обычный плавленый сырок мягкий типа как наш сырок дружба. Выкладываю в миску плавленый сыр. На терке я его не натираю, так как он такой очень мягкий. И покажу очень простой способ как можно порезать яйца. И в принципе их не резав. Беру вот такое сито и продавливаю яйца через вот это сито. Буквально секунда и яйцо порезано. Принимайте такой способ на вооружение. Это очень быстро. Яйца перемешиваю с плавленым сыром. Можно немного сыр вот так вот разминать. Конечно, для начинки вы можете использовать не только плавленый сыр, но и обычный твердый. Натереть его на терке. Лук добавляю в миску. Добавляю соль, черный перец. Хорошо все перемешиваю. Начинка готова. Беру блинчик, выкладываю начинку и сворачиваю. Какой стороной сворачивать блинчик выбирайте сами. Блины можно сворачивать не только конвертиком, но и трубочкой. Я сворачиваю блины конвертиком, так как я их буду еще обжаривать. Если вы не хотите обжаривать, можно свернуть трубочкой. Я включила разогреваться сковородку. Добавляю немного растительного масла и добавляю небольшой кусочек сливочного. Выкладываю блины на сковородку, швом вниз. Обжариваю до красивой румяной корочки с двух сторон. Блинчики впитают в себя еще вот это сливочное масло. Как же это вкусно! Я обжариваю буквально по паре минут с каждой стороны. Блины получаются просто великолепные. Такие красивые, румяные. Готовые блины снимаю на тарелку. Блинчики на этом тесте получаются такие нежные, эластичные и конечно очень вкусная сочная начинка. Рекомендую приготовить такие блины для своих родных. Я уверена, они всем понравятся. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита! Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И конечно подписывайтесь, кто еще не подписан на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok